Всем привет, меня зовут Рафаэль, вы на канале Слез Сатоши. Сегодня мы будем говорить про биткоин и возможный отскок в направлении 40 тысяч долларов. Возможен ли он? И причем в связи с вот этим вот одеянием арабский тузумун. Почему арабские страны сейчас находятся в эпицентре, в гуще событий, которые могут подтолкнуть рынки в принципе к росту? Юр, приветствую тебя. Спасибо большое, что присоединился. Вы сейчас, вы будете в шоке. Твою ж налево, вот бабки где. Они тратят деньги на маркетинг. А сейчас фондовый рынок начнет валиться. Ой, не будет. Два года забудьте. Да это бесхозная, потерпевшая фиаско, монета, которая бесперспективна. Люди сейчас думают, так, все плохо, все будет только падать. О, я сейчас заинвестирую пять долларов в Рипл. А я инвестор! В проекте могут быть потрясающие фонды, а маркетинг мейкера не быть. Ну, учиться никогда не поздно и никогда не стыдно. Надо пользоваться возможностью, если такая возможность есть. Нам здесь очень важно будет вместе разобраться с тем, стоит ли делать ставку на возможный отскок, а может быть вообще и рост. Смотри, какая ситуация сейчас происходит. Криптовалютный рынок вместе с фондовым рынком снижается. Фондовый рынок как будто бы льется больше, чем криптовалютный. Тот замер. Биткоин в районе 19,5 тысяч долларов за биткоин и особо не снижается. Скажи, пожалуйста, первый вопрос, который мне бы хотелось задать тебе, отталкиваясь от мысли, может ли быть отскок на криптовалютном рынке, при этом фондовый рынок будет стоять там, где стоит, или будет снижаться. Возможно ли такая корреляция, раскорреляться? Да. Возможно, потому что мы находимся на очень важном стратегическом уровне по фондовому рынку, и большие крупные ребята и хэдж-фонды на него смотрят. И пока мы не пробили там 3 400, 3 500, пока мы не ушли туда ниже, особенно 3 400, вот пока мы стоим примерно в этом диапазоне, абсолютно все может быть, все будет замечательно. И как раз-таки сейчас очень стратегически важный такой цикл и период, потому что в преддверии закрытия финансового года, конец вот, Новый год, да, нужно же показать, что тут есть прибыль или нет прибыли, как на криптовалютном, так и на фондовом рынке для того, чтобы заплатить налоги. Это нужно кому? Государству. Поэтому им ронять сильно свои какие-то экономические показатели, тем более в преддверии выборов, я думаю, что не совсем стратегически правильно. И пока мы держим определенный уровень по фонде, крипта может себе спокойно отскакивать. Вот только единственное, что сейчас многие, знаешь, то ли это отскок, он скорее всего просто отскок, да, то есть не полноценный разворот, а просто отскок. Хорошо, тогда смотри, мы анализируем криптовалютный рынок, подразумевая, что существуют крупные игроки, манипуляторы, которые ведут свою игру. Скажем так, у них есть ручные какие-то активы, которые они сами берут, надувают и сдувают. Сегодня, на сегодняшний день, у нас по сути в зоне 30-60 засажены все старички, кто на криптовалютном рынке, кто рынком интересовался. Альткоины усажены до 90% просадки. Я сам скептик и не сильно верю в то, что криптовалютный рынок может расти против общего тренда, даже на фондовом рынке. Но сегодня складывается такое ощущение, что, в принципе, это в целом на криптовалютном рынке возможно. Они могут себе это позволить. Смотри, вопрос простой. Я думаю, он у зрителя будет возникать, потому что мы с тобой скептически были настроены по поводу рынка еще там с ноября-октября и ждали обвал. Обвал сейчас происходит, но хочется попытаться заработать на отскоке. Смотри, какая история. Люди сейчас думают, так, все плохо, все будет только падать. Те, кто засажены, даже в случае отскока на криптовалютном рынке, не смогут абсолютно ничего из этого получить, какой-то профит и так далее, потому что они засажены сильно выше. А вот какие-то новички на рынке, кто сегодня начнет только интересоваться криптовалютным рынком или их к этому подтолкнут, они могут обратить внимание на этот рынок и подумают, ой, как прекрасно, можно зайти. В принципе, это достаточно дешевые цены. В то же время, те, кто уже засажены, поверят, что отрисовано дно, биткоин с 19 тысяч оттолкнулся куда-нибудь в направлении 30, ой, черт возьми, дно проспали, остались какие-то стейблкоины, запихнули еще в рынок. Те, кто ждали дно, подумают, блядь, это было дно, нужно покупать. Таким образом, грубо говоря, убьют всех зайцев. И новичков, и старичков засадят. Такой вопрос. Я знаю, периодически у нас возникают такие диалоги, и они чаще всего достаточно конфликтные получаются, и в конфликтах участвовать не очень хочется, но те ребята, которые увлекаются фондовым рынком, я знаю, они приходят на криптовалютный рынок как эксперты, пытаясь, скажем так, убедить своего зрителя, что они обладают определенной экспертизой. При этом они игнорируют определенные важные фундаментальные характеристики и шаблоны, манипулированные на криптовалютном рынке, путая это вообще с каким-либо рынком. Скажи, пожалуйста, по криптовалютному рынку, какие формы манипуляции ты допускаешь сегодня, и насколько действительно это может быть манипуляция вверх, в направлении отскока, независимо от того, что происходит в мире? Сразу скажу, что манипуляции, как минимум, три основных типа, которые можно быстро рассказать, существуют на криптовалютном рынке. И все они, конечно же, связаны с каким-то раздванием пузырей, то есть это все перемедосы и так далее. Но это такая целая отдельная огромная тема. Единственное, что разница между фондовым рынком и криптовалютным рынком колоссальная. Это пропасть просто. И многие фондовики, не хочу называть громкие имена, которые пытаются анализировать, нам подписчик пишет, смотрит, как анализирует великий дядька с 30-летним опытом, монетку GMT или еще какую-то. И просто... Они смотрят на свечи, типа, я на графике вижу это. Я вижу. Но они даже не знают информации о циркулирующем объеме, о разлоках, о том, по какой цене покупали фонды. В чьих руках? Когда будут разлоки. То есть, условно, восходящий такой тренд. О, это прекрасный актив. А потом шлепс, разлок в один день у всех, короче. Эта история льется. И технический анализ, это, конечно же, такие знания. Тем более, ровно так же. Откупая дно, ты, если будешь смотреть просто на цены, как снижаются, да, красные свечи, ну, какой там технический анализ. Но люди, которые умеют фундаментально оценивать перспективы проекта, они, разумеется, будут понимать, в каком ценовом диапазоне перспективно набирать монеты, несмотря на то, что по техническому анализу это, конечно же, исключительно медвежий тренд. Тогда смотри, давай перейдем сейчас к ключевой теме. И в этом обзоре мы обязательно еще и упомянем несколько монет. А я назову одну не потому, что она мне очень нравится, я верю в ее рост. Просто я считаю, что именно на этой монете вполне могут манипулировать. И перед этим сделаем анонс. Мы сейчас находимся с Юрой в Дубае. Мы планируем сделать встречу сообщества. И, скорее всего, она будет где-то в середине ноября, в конце ноября. Достаточно масштабная. Вы в телеграм-канале ответили на возможность посетить такое событие. Это порядка полутора тысяч человек. Поэтому напишите в комментариях, какие даты вам было бы удобнее присутствовать. Мы эту статистику всю соберем и постараемся организовать, когда будет удобно большинству. Теперь давай непосредственно про мероприятия, которые в ближайшее время произойдут. Почему арабский тузумун? Дело в том, что в ближайшее время в Арабских Эмиратах и в Катаре произойдут три важнейших события мирового масштаба спортивные. Первое – это Формула-1 в Абу-Даби. Второе – это UFC также в Абу-Даби. И чемпионат мира по футболу, финальная его часть в Катаре, которая пройдет с середины ноября по начало середины декабря. Такое огромное внимание со стороны, ну скажем, большой части жителей нашей планеты будет приковано к этим событиям. А спонсорами на этих событиях выступают криптовалютные проекты. Я сразу скажу, что мы с Юрой встречались с одним из основателей китайской биржи здесь, в Дубае, который подтвердил, что действительно у них есть определенные планы на эти события. То есть они хотят провести какую-то активность, провести какой-то маркетинг, ради чего они будут тратить деньги на дни рынка. Это и топовые биржи, и проекты, и, разумеется, биржи, являясь маховиками этой системы манипулирования, играют свою важную роль. Как ты считаешь, Юр, эти события Формула-1, UFC и чемпионат мира по футболу действительно значимые события, которые могут быть использованы как манипуляция? Ты знаешь, я тут, наверное, соотнес бы предновогодний вот этот период с этими событиями. Потому что если бы мы говорили там про август либо сентябрь, вот тут я бы сомневался. Потому что, как правило, люди немножечко потратились, у людей денег меньше запас, ну и так далее. А вот сентябрь, октябрь, ноябрь люди как раз-таки откладывают, зарабатывают на новогодний сезон. Там у нас Рождество, а тут еще смотри, например, Формула-1, что такое Формула-1? Билеты там по тысяче евро, по полторы тысячи евро. Это дорогой вид спорта. UFC тоже хорошие места стоят дорого. Ну, футбол чуть попроще, подешевле, но более массовый, да? И вот для фазы публичного распределения на каком-то пиаре, на каком-то хайпе я бы смотрел на те проекты, которые... Ну, знаешь, как я люблю упоминать Рипл, потому что, ну, когда ты проверяешь количество упоминаний в Твиттере, в интернете в целом по запросу Рипл, ты видишь, что это миллионы, миллионы, а то и десятки, а то и сотни миллионов. Пусть даже часть из этого льется трафик, он искусственный, но не суть. Это говорит о том, что у всех на устах. Значит, у всех на устах во время футбольного матча, если прозвучит реклама, что человек сделает, ну, там, знаешь, под попкорн. О, я сейчас заинвестирую 5 долларов в Рипл, а я инвестор! Понимаешь, вот такая, вот на этих настроениях люди, которые ставки на спорт, это футбол, да, на UFC и так далее, кто болеет. То есть это эмоциональные люди, которые на эмоции в моменте могут это сделать, да. Болеем там, условно говоря, за какого-то там спортсмена, за команду Формулы 1 Макларен, болеем за Рипл. Ну, вот, все, ну, Рипл. И пойдет, знаешь, ну, как этот, как мячок завороженный. Поэтому я считаю, что денежки, отложенные на рождественские праздники, это первый большой плюс. Второе, это очень массовое событие, которое происходит не каждый день. Поэтому люди готовы тратить, люди в эйфории, в эмоциях тоже готовы тратить. И почему бы не устроить маленькую такую вот фазу публичного распределения того, что обвалилось на 95-96%. Все этого вроде бы как ждут. Притом те люди, которые уже засажены на этом, потеряли, им выйти не дадут. Потому что отскок не будет грандиозным на 10-20x. Даже если Альткоин дадут 2-3x, там, выхода у старичков как бы в этом рынке нет. Конечно, конечно. Люди, допустим, покупали, там, условно говоря, Шайден по 2 доллара, по 5 доллара. Понимаешь, сейчас 30 центов, но даже если дадут 1.60, 1.30 или 1 доллар, это не повод радоваться и уходить в убыток. Это все равно убыток будет 60, 70 или 80%. Поэтому, в принципе, они понимают, что деньги они уже достали. Кстати, вот по поводу фондовиков еще такая, очень маленькая, но важная ремарка. Существует ли в том или ином проекте маркетмейкер, где он, как его увидеть, откуда уши торчат. И это не про фонды сейчас. В проекте могут быть потрясающие фонды, а маркетмейкера не быть. А как его увидеть, понимаете? Поэтому ни один фондовик мне скажет, какой криптовалютный проект будет, а какой нет. Уверяю вас. Вот в этом, к сожалению, их беда и боль. Даже, я вам больше скажу, ну, смотрите, есть фондовики, которые смотрят на какой-то актив из реального мира. И говорят, ой, это вот, вот, вот это классно, вот это будет, вот это будет. Потом приходит коронадамб, ой, не будет. Два года забудьте. Эта индустрия будет в просадках минус 90%. Потому что все, никто никуда не летает, до свидания. Понимаешь? Поэтому в этом плане просто фондовый рынок, это больше к реальному миру. Там нужно, знаешь, в природоведении разбираться, условно говоря. То есть, ну, если говорить о туризме, а впереди коронакризис. Ну, не будет туризма, да, правда ведь? Но зато будут, что фармкомпании и так далее. Поэтому, а в криптовалютном рынке примерно такая же манипуляция, только немножко другая цифровая и все процессы в десятки раз быстрее. Потому что в реальном мире нужно ждать, действительно, своих 20% нужно ждать год. Или нужно ждать 5 лет, пока раскроется компания. В криптовалютном рынке это может произойти за 4 месяца. Вот у нас сегодня листинг Аптос. Он может 2-3 икса отдать сегодня на листинге. Но про Аптос будет отдельно. Это отдельно. Ну, я просто говорю, что вот родовики об этом же не говорят. Вернемся к форме манипуляции. То есть, мероприятия спортивные, которым будет приковано даже сотни миллионов глаз, это вполне неплохая платформа для проведения какой-то маркетинговой активности с целью, не знаю, дораспродать то, что еще не дораспродали. Более того, то, что уже набрали. Вот очень важно. Если в проекте есть маркетмейкер, если проект уже в накоплении, валяется бесхозным, какой-нибудь очень именитый фондовик бы посмотрел и сказал, да это бесхозная потерпевшая фиаско монета, которую бесперспективно навеки. А мы посмотрим, скажем, твою же налево, вот бабки где. И все придут мимо, скажут, это чепуха. И меня это радует. Чем больше эти чепушилы говорят про то, что это полная хрень, тем больше я ее куплю. Ну, смотри, просто дело в том, что говорят про то, что это чепуха, те люди, которые, в принципе, не готовы учиться. Вот пришли из фондового рынка. Здесь учиться никогда не поздно и никогда не стыдно. Если на фондовом рынке одни правила, здесь немножко другие. Да, здесь тоже свечи, они тоже красные и зеленые, безусловно. Но нужно знать фундаментальные вещи, а их игнорировать ни в коем случае нельзя. Это большие риски, в первую очередь для депозитов. Но давай вернемся все-таки к форме манипуляции. Я сейчас для зрителя скажу, что на самом деле, друзья, вот вы сидите и очень часто пишите комментарии на моем канале или на каких-то других, что вот этот блогер пытается там кого-то дозасадить. То есть вы верите в то, что какой-то блогер манипулирует в своих интересах ради своей выгоды, используя внимание аудитории. То есть в эту манипуляцию вы верите. Есть и люди, которые не верят в манипуляцию более серьезную, более глобальную. А она-то как раз и есть. То есть локально отдельно взятый блогер, манипулируя, это очень маленькие интересы, мало на что он влияет. Гораздо важнее понять глобально, как манипулируют. И по моему мнению, события, которые в ближайшее время произойдут в арабских странах, это те события, на которых хотят манипулировать, как мне кажется, глобально. Я могу, конечно, ошибиться и сделать ставку на это событие, потеряв там, к примеру, понесу какие-то убытки. Но это, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Возвращаемся к чемпионату мира по футболу UFC и Формула-1. В UFC там будут выступать два спортсмена наших, Махачев и Петр Ян. Удачи, будем болеть. Но вернемся к Формуле-1, что вызывает больше интерес, к примеру. Давайте я на всякий случай, если вдруг вы не знали, зачитаю спонсоров Формулу-1 среди криптовалютных проектов и бирж. Это Velos, Phantom, FTX, Crypto.com, Floki, Binance, Tezos, Bybit, Okix. Ничего себе. И представляете, как Юра уже сказал, один болид с логотипом Bybit, другой логотип с каким-то другим логотипом. За этим болидом смотрят не просто какие-то отдельно взятые люди, ой, как колесики классно быстро крутятся. Это целые страны, поколения, команды, какие-то кланы, фан-группы и так далее. И вот этот логотип Bybit, который на весь болид нарисованный, он как бы, ну, понимаете, то есть мелькает и привлекает внимание в любом случае, какой-то интерес и так далее. Отдельный пилот болид этого самого, скажем, этой команды может высказать какую-то рекламную интеграцию о той или иной бирже, к примеру, Bybit, своим зрителям. А у него огромное количество поклонников. Далее, давайте посмотрим UFC, Crypto.com, спонсор UFC, огромный контракт и все там спортсмены выходят с таким большим логотипом Crypto.com. Ровно то же самое, то есть огромная-огромная аудитория. Третий, кто у нас еще? WeChain также замыкает четверку криптовалютных спонсоров UFC, в которые также входят Crypto.com и Daper Labs. Daper Labs – это проект Flow Blockchain, где вы помните NFT, которые интегрированы с UFC партнерствами, NBA Top Shot и так далее. То есть это бацкетболисты, это огромная-огромная аудитория. Crypto.com хотела стать спонсором Лиги Чемпионов и инвестировать в эту всю историю на какой-то промежуток времени 500 миллионов долларов. Капитализация Crypto.com, Юр, напомни, какая она? Crypto.com порядка 2,7 миллиарда. То есть 2,7 миллиарда капитализации всех монет, а 500 миллионов Crypto.com собиралась инвестировать в такую рекламную интеграцию с Лигой Чемпионов. Ну, если люди тратят такие деньги, наверное, как-то они должны заработать достаточно большая сумма. Но, ты знаешь, последние новости о том, что Crypto.com расторгает договор с Лигой Чемпионов, с этим контрактом, но при этом они все равно являются официальным спонсором чемпионата мира по футболу. А Лига Чемпионов, чемпионат мира по футболу, это немножко разные вещи, хотя и там, и там, там, УЕФА, ФИФА, там, я в этом не силен. Ты силен в этом? Нет, не задумываюсь. Но, обратите внимание, здесь немножко другая ситуация. Чемпионат мира по футболу, это еще большее внимание людей, а, соответственно, и болельщиков тех или иных команд. Ты знаешь, сейчас будем смотреть на футболки сборных, выходит сборная Аргентины с логотипом, ну, предположим, Crypto.com, а какая-то другая сборная с логотипом Binance или какого-то криптовалютного проекта. Мы недавно встречались с представителями китайской биржи, и ты с ним, как, скажем, практически нативно обладающий навыками этого иностранного языка. Расскажи, пожалуйста, что ты понял из диалога, ну, может, просто не называй имен, и их определенной надежды на подобные события? Я понял, что их стратегия общения с инфлюенсерами сейчас заключается в том, чтобы использовать массовую рекламу. То есть, они собираются там спонсировать, например, бои без правил, какие-то там, говорит, это пока под секретом, не можем пока озвучивать, но какие-то масштабные события, там, чуть ли значит, ну, там, не день города, праздник на сцене. И там узкоспециализированные профессиональные там комьюнити и так далее, говорит, это сейчас меньше интересно, нам интересно. И я понял по этому изречению то, что нас интересуют миллионы, миллионы, миллионы людей, ну, то есть, хомяков, которые ничего не понимают. Вот им скажешь криптоком, скажешь алгорант, скажешь рипл, скажешь, вот что скажешь, то и кутер, как бы, ну, надо. А вот по поводу криптокома, слушай, ну, смотри, если бы это был, допустим, Binance, который тоже очень много, то есть, капитализация BNB может быть одной, но столько же, сколько это капитализация, они готовы миллиарды вбросить в рекламу, потому что по факту они качают криптоком, не только саму монету, а в целом всю экосистему, всю биржу и так далее, которая приносит огромные, огромные деньги, я уже не говорю про то, что они отняли. Вот, поэтому ты знаешь, как я отношусь к криптокому, вообще никак, я туда не лезу и стараюсь. Рома, то же самое, но по поводу криптокома. Ну, по другим причинам, да. Да, сейчас мы чуть-чуть подробнее на нем остановимся. Подожди, так вот китайцы говорят, что надо пользоваться возможностью, если такая возможность есть, потому что слишком много рисков потерять, и если выпадает возможность, наконец-то, понимаешь, даже если будет там глобально во всем мире все плохо, они это понимают, там, волнение с Китаем, там, напряженность с Америкой, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, китайцы, понимая это, говорят, слушай, ну, пока это не началось, есть возможность, условно говоря, если мы знаем, что глобально вниз, перед этим убрать, расчистить дорогу вниз. А ты только представь, если в этот период, когда они тратят деньги, это же риски, ребят, для компании риски, они тратят деньги на маркетинг, а сейчас фондовый рынок начнет валиться. Ну, то есть это как бы, а что если фондовый рынок начнет отскакивать, ну, так случится просто, да, для них это подарок, они огромные деньги засадили туда в маркетинг, фондовый рынок отскакивает, фу, ну, еще проще, да, еще проще рисовать этот отскок. А знаешь, у меня-то английский похуже, а я его старался внимательно слушать и немножко даже с ним разговаривать, а я услышал чуть-чуть по-другому, мое внимание было приковано к каким-то отдельным его словам. И если сейчас вспоминать разговор, я слышал примерно так, то есть мы, будучи партнерами какое-то время, я не буду говорить сейчас или нет, это не так важно, этой бирже, по идее, должен знать какие-то инсайды там и так далее. Знаете, как он нам говорил? Вы сейчас, вы будете в шоке, это будет событие, это, это, это просто что-то невероятное, но, а что за событие? Вокруг чемпионата мира по футболу, друзья, а что за событие? Пока, пока нет, ну, такой китаец, такой пухлиш, пухлыш такой, полненький парень, утаивал, утаивал. Я думаю, что в масштабе этой биржи успехом будет, к примеру, партнерство с какой-нибудь сборной Англии по футболу. Ну, представь, выходит, они все, а это потом еще и все молодые ребята, детишки, покупают эту вот экипировочку футбольную, у них этот логотип, то есть это действительно что-то масштабное. И, как мне кажется, они задумали реально манипуляцию в этот период времени. Помимо Криптоком, это еще Алгорант, какие-то другие проекты. И я предлагаю, ребят, вам следить за тем, какие будут товарищи рекламироваться, да, из компаний, криптовалютных бирж и так далее. Давай подытожим эту историю. Я обратил внимание на то, что такие проекты, как Криптоком, очень везде, они прямо и Формула-1, и UFC, и чемпионат мира по футболу. И я пошел, честно сказать, на риск, я знаю, ты тоже купил эту монетку в свой портфель в надежде, что этот отскок произойдет, и даже пару-тройку UFC они не выпустят всех засаженных, да, она там стоила доллар, сейчас стоила там 10 центов. Как ты считаешь, если действительно будет манипуляция, расти в первую очередь будут какие-то отдельные монеты, или в целом весь рынок может начать отскакивать? Больше всего будут отскакивать проекты, в которых маркет-мейкер, то есть тот самый манипулятор, точно тебе говорю, не так, что весь рынок растет в среднем в 10 раз, нет. Что-то вырастет 2-3 раза, а что-то, ну, не смогла, да. Либо уже перед погружением просто отскочит, ну, просто убрать путь вниз, расчистить, вот только так. То есть это не будет рост. И, ты знаешь, я, честно, крипто-ком не очень люблю. Вот если бы даже меня спросили, ты покупал бы, а я реально покупал бы, я бы сказал нет. Почему? Ну, чтобы не быть полезным идиотом, да, потому что все послушают, скажут, о, он купил, я тоже куплю. Потому что сам проект мне не нравится, он пирамидосный, он, ну, грубо говоря, ну, загоняет людей. Сейчас, друзья, пирамидос, там в чем? Пирамидосный в том плане, что, например, как работает, да, мы зарабатываем деньги за счет того, что у нас есть бренд, условно. Мы листим проекты, за каждый листинг нам платят, мы торгуем, получаем комиссию и так далее. У нас есть своя монета, куда она там используется, что, как, но мы на 10 тысяч долларов сделали рекламу и на 100 тысяч продали. Что продали? Воздух, пустота. Зачем, куда, кому? Есть сохранность средств. То есть я понимаю, когда мы говорим там о Binance, самой высоколиквидной биржи. Подожди, вот ты как раз хотел сказать, а чем Binance отличается? Ровно та же манипуляция. То есть вообще токены бирж я сам не сторонник. Смотри, на Binance Smart Chain я сейчас вывожу, например, стейблкоины, да, по поводу Binance BUSD, отдельный разговор, по поводу того, что на Binance Smart Chain и USDT, USDC и так далее. То есть нельзя сравнивать Crypto.com и Binance Smart Chain. Ну, нельзя сравнивать токены, понимаешь, я про это говорю, что вот если выбирать, мне одно, по крайней мере, я знаю, что им реально пользуются. Давай подытожим с Crypto.com. Ни ты, ни я не воспринимаем этот проект как какой-то суперфундаментальный. Капитализация не такая маленькая, там больше 2 миллиардов долларов. Но в то же время монетку уже просила с доллара до 10 центов и рассчитывать на отскок непосредственно той компании, которая вкладывает деньги, но, очевидно, она вкладывает на какую-то определенную свою выгоду, да. Имеет смысл рискнуть. Еще раз подчеркнем, это ожидание только на отскок. То есть рынок, там, биткоин, в зону, куда им до 40 тысяч доползет, альткоины постреляют, сгрузят они свое, а потом вся эта история опять направится вниз. Как ты считаешь, арабский тузумун, на какой процент возможен и будешь ли ты, и как будешь действовать в ожидании этого отскока? План А, самый важный, основной, по которому иду. Отскок будет. Ноябрь-декабрь. Второе, третье, пятое, девятое ноября может быть до этих дат еще колебания волатильности на рынке, в том числе и просадка. Не важно, там, выборы, там, не важно, какие есть, да, предпосылки того, что... Но после этого мы же знаем, что чемпионат мира по футболу у нас когда? С 20 числа, с 20 ноября. Примерно туда же, там, и все остальные UFC, и Формула-1, и так далее. Поэтому я думаю, что перед этим, если мы увидим какую-то коррекцию, либо волатильность, это нормально, это возможность, да. Как правило, очистят путь наверх, сходим наверх, всем распродадут, всем спасибо, и дальше... Мы закончили, да? И дальше будем по обстоятельствам, да, поэтому это основной сценарий, вот, может быть такое, что как раз-таки, чтобы распределять уже там, надо немножко раньше вздергивать. Такое тоже может быть перед событиями. Чтобы на событиях вселить какую-то эйфорию. Да, чтобы уже когда пришел зритель, уже было дорого, уже была рыночная цена, понимаешь, а не скидочная. Потому что нет смысла сейчас ронять рынок, и когда вот эти все, там, Формула-1, давать всем заходить в рынок за 3 копейки. Ну, где логика? Да. Правда, Вик? Давайте подытожим. Итак, друзья, смотри, какая история, друг мой. Сейчас получается так, что те, кто ждали рынок вниз, выходя на хаях, по сути, дождались. Да, может быть, это еще не дно. Отскок возможен, возможен на тех событиях, которые будут как раз нас окружать в ближайшее время. Те, которые будут проходить в арабских странах. И, возможно, именно в этот момент мы увидим отскок. Что очень важно, я подытожу, мнение Юры, я знаю, и свое вам озвучу. Что это, если и произойдет, никаких гарантий нет, а ты в комментариях обязательно напишешь, как по твоему мнению, то в этом случае нужно пользоваться ситуацией. В случае, если ты попробуешь спекулировать на этих событиях и попытаешься заработать, получишь 2x, может быть, на каких-то монетах 3x, обязательно продавай. Ту долю монет, которая вернет твои вложенные. С остальными объемами монет можешь сидеть сколько угодно. Если не сейчас, то когда? Я надеюсь, фондовый рынок, если не поможет криптовалютному рынку дать этот отскок, то, как минимум, не помешает. Всем хорошего настроения, друзья. На связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok